Давайте я представлю сегодняшних наших лекторов. Всем добрый вечер. Я надеюсь, к нам тут еще присоединиться. Наше сегодняшнее занятие в практикуме по осознанным совпадениям – это Zoom Plenair. И нам предложили такую форму работы Марина Пугина и Ольга Голуб. Марина Пугина – исследовательница, кураторка. Она исследует локальные художественные сообщества и живет сейчас, как я понимаю, на два города – Верми и Санкт-Петербург. Расскажи, пожалуйста, или представь Ольгу, чем вы занимаетесь вместе и как появилась сначала эта идея Zoom Plenair? Хорошо. Таня, если будет не очень хорошо слышно, ты говори. Я буду страдать прямо в микрофон. Оля – граммская художница и дизайнерка. Сейчас тоже живет большую часть времени в Петербурге. С Олей мы начинали делать... С Олей еще... Ну, группа граммских художников. Мы начинали делать виртуальные пленеры еще во время пандемии, где-то в апреле этого года. И идея этих пленеров возникла из-за необходимости что-то делать вместе, не имея возможности встречаться непосредственно. И тогда... Инициативой выступила Лена Слопцева, шпионская художница, и предложила встречаться в Zoom примерно раз в неделю, чтобы как-то поддерживать связь внутри художественного сообщества. И как раз идею пленеров предложила она. Я в это время как раз читала Вирджиниу Лупф, свою комнату, и эти две концепции сложились вместе. И мы как бы в таком входе какой-то совместной работы пришли к формату, который потом в итоге выдался в небольшую даже виртуальную выставку. Идея виртуальных пленеров стояла в том, что в отсутствии возможности встречаться вместе, мы ходили друг к другу в гости, будучи в Zoom. Мы создавали общую комнату в Zoom, в которой мы каждую неделю встречались. И пытаясь как-то оцениваться от бытов, в котором мы находились, когда мы придумали такую игру или продолжающуюся практику. Вдохновляясь, с одной стороны, идея Мишкловского про остранение, и мы решили перенести ее в пространство быта, в котором мы как раз находились большую часть времени, мы стали смотреть на него инаково, с другой стороны. И Лена как раз тогда предложила метод, возникший в метод, который часто использует терапевт, когда мы описываем нечто конкретное через абстракцию. И таким образом мы попробовали описывать комнаты, в которых мы тогда вынужденно находились, через такое вдумчивое наблюдение и попытку переосмысла среду, в которой мы находились. И таким образом во время таких встреч у нас сформировалось несколько практик. С одной стороны, вот эта вот практика описания пространства, в котором мы находились, а с другой стороны, практика быстрых зарисовок. Организационно это выглядело так, что, и эту практику мы предлагаем сегодня как раз повторить, она выглядела так, что мы описывали, кто-то из участниц и участников описывал комнату, а в это время все участники пытались это зарисовать. Как правило, мы пользовались достаточно простыми графическими редакторами, принтом, адоптером. В общем, кому было где удобно, кто-то даже использовал цветные ручки, крандаши, кому было как удобно, но формат быстрых зарисовок был как раз удобен, чем именно в цифровом формате. И после какого-то продолжительного количества практик у нас накопился материал, который мы заархивировали потом на сайте вилле White Room, как Оля как раз принимала непосредственно участие в официальной информации. Мы отсутствовали формат до таких аудиоинструкций и серий быстрых зарисовок, сделанных по одному описанию, но разумеется. Оля, может быть, у тебя есть что-то добавить? Да нет, в принципе, хорошо. Все, продолжим. Вот, собственно, я объяснила нашу такую концентральную практику, и сейчас мы, наверное, можем попробовать ее воплотить. Мы предлагаем начать зарисовки. Ну да, сегодня для начала просто Марине на жилье будем отдаленно рассматривать, осознавать. И начнем с этого, а потом желающие могут провести такую же штуку в своей комнате. Ну да, мы, наверное, начнем с того, что будем смотреть по... ...опеременно описывать и зарисовывать комнату, в которой мы сейчас находимся. Потом мы покажем результаты того, как... ...сам это было. Да, и потом покажем, как она выглядит на самом деле, чтобы, ну, поставить... Расшифровать, да. Да, да, шарка карты в этой территории. Значит, мы будем, наверное, пользоваться... ...сегодня мы будем пользоваться пейнтом, а вы можете выбрать свои какие-то редакторы. Да. Командарты. Да. А если вам будет нужна демонстрация экрана, то вы можете воспользоваться внизу своего экрана. Да, сегодня мы, скорее всего, будем показывать вот телефона, потому что ноутбук не совсем удалось подключить к зону. Вот. Но результаты в любом случае все увидят и будьте готовы показать свои набороски тоже. Угу. Ну, хорошо. Ну, где-то 15 минут на... Да, да, обычно у нас. Обычно уходят около 15 минут. Да. Да, так сказать. Начнешь. Мы с Мариной так как вместе будем передаваться. Передаваться. Да, то есть у нас с Олей получится совместный рисунок, то есть в момент, когда я буду говорить, Оля будет рисовать, а Оля будет рисовать, я буду рисовать. Точно. Так, 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 так. Интересно, да. Угу. Так, в левой части листа рисуем вытянутую зеркальную плоскость, покрывающие две трети пространства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и да, в какой-то момент наши разговоры тоже соргались в рисунке, у нас получались такие политические интервенции в зарисовке. Такие конспекты бесед. Следующая часть... Я буду вне плоскости... Такой змей Горыныч серый, очень тонкий и изящный. Он крадется над всем происходящим, а три его головы, они существуют отдельно от тела. Могу повторить, если сложно. А ты рисуй... Хорошо. Не подглядывай. Некий такой змей Горыныч серый, тонкий и изящный. Он ползет над комнатой и три головы его отдельно от тела. Да, нам сложнее, потому что мы обе видим, конечно, эту комнату. Я буду вне плоскости... Как дорисуетесь, можете сообщать. Всем привет. Я чуть-чуть попозже присоединилась. Привет. Да, можете немножко повторить эту практику? Мы можем рисовать везде, в любом редакторе. В любом редакторе мы пытаемся... Ну, если честно, я рисую в Excel сейчас. Вообще не в редакторе, я рисую в Excel. Мой менеджерский опыт подвигает меня использовать Excel чаще, чем мне хотелось бы. Поэтому... Знаковый редактор. Деньги же в нем считают, действительно. Мне очень нравится, как разная программа вносит свой взгляд. Ну, как бы ограничения, да, на самом деле. Лучше говорить чуть погромче. Ага. Ну, я, кажется, закончена. Как у вас. Угу. Да, то есть у нас два маленьких выбора. Ирина, а вы успеваете? Или... Да, я на листике начала рисовать. Супер. Отлично. Я следующая, да? Ты следующая. Хорошо, тогда в глубине рисунка, в глубине листа, попробуем изобразить зеленое и злое. Угу. Так. Хорошо. Разве. Ирина. Как. Хорошо. Алина. Угу. у. Ирина. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если немного нежности, то нужно добавить персиковый фон на всё это. Но не до конца, а так, ну тоже на две трети. Только сами решайте, ну сверху, сбоку. Просто немного персиков. Да, персики же, они ещё такие мягкие, пашистые, но ещё. Что-то придётся добавлять. У тебя, кстати, есть ещё два, ну два персиковых, типа розовый персик и персиковый персик. Я тебе не буду подсказывать. Спасибо. 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 Вообще, мне очень нравится здесь маркет. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 И таким образом получилось такое интересное чувство, будто мы все, у нас было, по-моему, тогда три или четыре части, что мы такие ром-мейт, и мы живем в одной комнате, и мы выдумывали, чего нам не хватает в наших комнатах, и как бы мы могли представить такую идеальную, утопическую комнату. И первое, что возникло, это ванна прямо в центре комнаты, да, потом кто-то добавил зелень, и вот так, комната очень быстро обросла вещами, и было попытно, как мы выстраивали диалог тогда, например, кто-нибудь спрашивал, что вы думаете по поводу зеленых навесок? Так, ну да, на риске неплохо, ну тогда я нарисую там оранжевый козел или еще что-то. Таким образом, мы будто бы эту нашу гостеральную комнату выстраивали заново. Ну так, если вы закончили, я бы хотела противопоставить фигуре зеркальной в левой части. Еще одну зеркальную сущность, но уже в правой части листа. плоскую и узкую, плоскую и узкую, состоящие из четырех сегментов. Ну, да, да, тут, и да, я думаю, что получится, что вот эти две фигуры, они как два портала, как я на самом деле. Ну да, мне кажется, в каком-то смысле отражают друг друга и вот эти две фигуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Да. Мы сейчас делим комнату здесь. Да, да. Продолжение следует... Закончили? Закончили? Угу. Ирина тоже? Да, да, я быстрые зарисовочки сделала. Покажете? Мы тогда последние. Так. Так. Какое ощущение по композиции, она целиком заполнена или нет? Или пустовато? Это пустовато. Это пустовато. Давай еще добавим. По центру. Хорошо. Можно добавить клетчатое спящее существо? Принцесса. Принцесса. Принцесса, да. Клетчатая принцесса спит справа на своей волшебной кроватке в львовом платье. Ох, клетка. Ну да, мне не хватает нежности или какой-то материальности. Мне кажется, клетчатая принцесса. Ну да, в нижней части. Клетчатая принцесса. Хорошо. Клевовое платье. И клетчатая принцесса. Так, растящая принцесса. Ох, Оля, весело. Не понимаю, почему ты хочешь закончить, потому что у нас уже мало места, и мы с тобой уже наезжаем немножко к Надюшку. Ну, у меня типа другая мотивация, что аудиоматериала вроде бы достаточно, а если бы как раз пространством распоряжалась, то уже было на каждом. 106,7 объектов. Повторите ли я, понятно. Я очень сомневаюсь, что у меня что-то такое получается интересное. Я чуть-чуть пропустила же сначала. В общем, как понимаю, так сделаю. Ирина, вы можете кинуть в чат свою картинку, и я покажу ее тогда со своего экрана. Вот там, где у нас дополнительно, у нас есть чат, и если вы кинете либо мне, либо всем, то я смогу расшарить у себя на компьютере. Просто вы сейчас не сможете расшарить экран, потому что у нас хозяин конференции, хозяин сессии Николай. Так что быстрее будет в чат просто кинуть файл, и я его открою. Я просто не знаю, что говорили в начале вот об этой практике, то есть, может, чуть-чуть. Мы здесь все это делаем, кроме Марины и Ольги, первый раз. Да не то, что мы каждый вечер собираемся и знакомимся таким странным образом, рисуя комнаты друг друга. Хотя, возможно, это путь к Тиндеру и обогащению, Марина. Ну, если хотите, пока Ирина кидает файл, могу я расшарить свою страничку, показать, что у меня получилось. Давайте сделаем так. Сейчас. Так, всем видно? Да, можешь яркости увеличить. Вот, серая бусинка, вот это бусинка, это, извините, блестящие бусинки. Тут я не выдержала их, ставила все-таки пайетки, я пайетки уважаю больше, чем бусинка. Вот, вот, назови горынычки. Вот что-то опасное на заднем плане. Вот, так. Это принцесса, и вот опять зеркальная в правом углу. Очень круто. Вот, примерно, такая мне получилась комната. А персики? Ну, вот она. А, персиковая в страшном? Ну, вот. Персиковая в страшном, да, таком хаке, а внутри персик. Снаружи хаке, внутри персик. Вот, ну, видите, они с принцессой в чем-то похожи. Погода была прекрасная. Нет, принцесса всегда прекрасная, но рядом было ужасно. Рядом было что-то ужасное, да. Но рядом было ужасно, да. Так, тогда я останавливаю демонстрацию у себя. Ирина, скинула сейчас? Я не вижу. Можно я пока посмотрю? Я что-то, мне кажется, дело не совсем то, что нужно. Тут... Сейчас я туда, что я залью еще чем-нибудь. Марина очень увлеклась. Я увлеклась, но я вообще удивляюсь, как она так быстро принцесса. В общем, да, сейчас. Если сделаю так, нормально видно? Угу, угу. В общем, вот. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Были свои ограничения, да, потому что мы находились в комнате, поэтому мы вступали в такой негласный диалог. Да, у меня получилось, да, принцесса, которая упала навсничь в такую кровать в ложе и не уснула. Ага, а над ней это угроза. Угроза гроза. Да, что-то злое зеленое. Угроза угроза. Зато справа, да, открытая угроза, зато справа вот это вот облачко, похожая на крылатого дегемотика, я думаю, что оно спасет принцессу. Да, вот сверху как раз змеи-грын в четырех головах и две зеркальные поверхности, которые друг с дружкой заигрывают. Вот. Так. Такое, 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 такое. Какое-то другое угроза получилось. Класс. Ирина, может быть, все-таки поделитесь? Пожалуйста. У меня вообще трэш какой-то получился. Это нормально. Мы же не на уроке рисования. Ну да. Для нас здесь важнее получить просто обратную связь и поделиться своими интимными переживаниями по поводу того, где мы обитаем, или в реальности, или в каком-то интимном пространстве. Не знаю. Мне кажется, что идея этой, правильно? Марина, ты начинаешь интерпретировать на свой лад. Все, все отлично, отлично. Мне кажется, все брали от этой практики все, что им нужно было. Не знаю, вплоть до того, что мы пытались какую-то комфортную зону найти в зоне, чтобы просто привыкнуть к сенсуальному пространству. Потому что его в этот момент стало отстально много и по работе, и в плане какого-то досуга. И в этом смысле, мне кажется, наши встречи тоже помогли реабилитироваться к этой новой реальности. Доместикейшн. Да, но еще нам нравилось, что получилась такая история про такой ответный захват пространства девочками. Да, довольно женский круг. Да, да. Я не шла в любопытный. Ну да, то есть не было такого, что мы не берем мальчиков, только девочки набором. Не знаю, мне кажется, мальчикам просто это было не очень актуально. С другой стороны, это да. Они не так любят сенсы, наверное. Да, они так любят в комнате сенсы. Но с другой стороны, мы все равно их оказали. Можно показать тогда исходную? Да, да, да. Можно, да. Давайте посмотрим, к которому мы находимся. Так. То есть я. Да, ну вот эта вот зеркальная плоскость, которая нас заполняла две трети, это, собственно, окно. Окно впадает в диалог с зеркалом. И окно и дверь, получается, являются двумя возможными порталами проникновения в эту комнату. Зеленое зло, это был, конечно, кактус. Я думала, что это такая. Да, да, да. Ну, можно, может быть, генералка, она тоже зеленая, не злая. Да. Ну, тут можно было бы, да, видно, я пытаюсь осветить змея-горыночные, с тремя головами. Да, да, да. Ну, тут тоже можно было понять, что имеет в виду Оля, Оля имела в виду коммуникации или само по себе, лампу или нет. Да, это, я думаю, почему мне хочется добавить и добавить в лампочку еще туда, я чувствовала, что я думаю, что... Да, это моя подруга, еще одна Оля, которая... На самом деле мы можем продолжить свою историю, если у кого-то есть желание поописать, как у нас в котором они находятся. Да. Ирина, у вас есть желание описать, чтобы мы описали вашу комнату? Вы описали, а мы зарисовали. А я буду рассказывать, да? Да. Ну, это то же самое, да, то есть я интерпретирую как-то свои... Вы описываете свою комнату своими словами, придуманными образами, а мы пытаемся уловить и, в свою очередь, тоже это как-то перекодировать в свой язык, потом покажем вам, что у нас получилось. Действительно, давай. Вы можете тоже параллельно их зарисовывать, если есть желание. Вот, можно просто диктовать. Так. По центру комнаты конструкция прямоугольной формы, но из которой выходят еще две палки. Это портал. А какой он формы еще есть? Прямоугольный, но он незаконченный. То есть из нее еще выходят две штуки, можно сказать, штуки-палки. Так, то есть, какого цвета, или фактуры, или текстуры? Можно не очевидную подсказку? Филесный цвет. Так, телесный портал в центре комнаты. Это уже интересно. Законченный. У меня законченный. Да, очень интересно, что может, подряд фигуре закончена. Сейчас я удовольствую закончу. Сейчас я удовольствую закончу. Так, если все, говорите. В одном из углов этого пространства можно, да, можно сказать, что в левом углу два четвероногих животных, белых, больших. Вау. Четыряногие белые животные. Ну, красивый на белом. Ну, красивый на белом. Два. 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 Два четвероногих. Угу. 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 Все серьезно. Я просто хотела четыре нарисовать, а четыре ноги животных. Четыре – два логика. Четыре – два логика. Вообще, это могли быть три ноги. Угу. 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 С другой стороны подбирается стайка красных пауков. Обожаю этот красный. Оля, можно я сделаю интервенцию? Оля, можно я сделаю интервенцию. У меня уже четыре, к сожалению. Не буду убивать одного. Спасибо. 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 Справа там же где и пауки находится кучерявый плоский серый объект. Куча яга. Отлично. Спасибо. 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 А вы к цели продолжаете, да? Спасибо. 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 Ну что? Ну все. Ну все. Ух ты. Так. Так. Все. Я могу рассказать. Вот это. Мы угадали природный, это зеленый. Отлично. Ну он может быть природный, мне кажется, природный. Андрей. Да. Отлично. Ну это комната, в которой вы находитесь сейчас? А да. Это комната. А. Угу. 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 Ну тут белый столы, понятно. Угу. 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 Кстати. Толы и столы черепка. Ааа. Два белых стола. А. Вот здесь нагромождения строгих белых. Угу. 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 У меня голубой. А можете еще раз показать свой рисунок? Ну, я тоже развлеклась как-то. Ага, да-да, вот я же увидела слонов. Господи, где они? Я даже не поняла, значила, о чём есть. Так, а слева, в левом верхнем углу, это что у нас было? Нагромождение непонятных. А, у вас как горы, я поняла, вы в пейзаж превратили зеленое поле и горы со слонами. Да, давайте сейчас демонстрацию экрана включу. Так, ну вот четырехноги, у них есть глаза. В развертке, да, круто. Вот, четыре ножки у них тоже есть. Вот, приятный природный зеленый оттенок. Нагромождение чего-то, я даже научилась делать диагональные линии. Вот, нечто трёхголовое, но тоже она мне подсказала, что это коричневое, а это оказалось деревянное. Красные пауки и в правом верхнем углу, но у меня это такая стая пауков, поэтому они идут такой свиньёй. Вот, кучерявое, кучерявое, серое, ну, у меня, видите, почти угадала, серо-голубое, но кучерявое. Насколько это может быть кучерявым? Отличная идея со скобками. Да, кстати, я хотела сделать глаза плюсиками, но Excel начал сразу что-то пересчитывать, и получились несколько цифров. Я в ужасе меняла сейчас плюсы на значки вот этого астериска, потому что он их не воспринимает, как умножить, и, в общем, астериски работают, как глазки. Да, вывод этого вечера, астериски какие-то глазки. Так, ладно, Таня, ты теперь можешь просто методичку делать по тому, как сделать выставки в Excel и не обнажаться. Да, просто можно подавать на грант уже. Да, да, глаза и кучерявые. Без проблем. Сейчас покажем, что у нас получилось. Ой, да у вас карта прям. Да, немножко прослушали, что там трёхногое что-то, поэтому оно менее трёхногое, чем должно было быть. Да, да. Ребята крадутся, это если непонятно. Вот, что-то трогая чёрное и тоже непонятное, очень бы просить. Два животных белых. Да, я рисовала их сначала интересным цветом, потому что белый на белом не видно, но потом, когда мы сделали такую органичную заливку, то я быстренько... Да, 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 да. Да, да, да. Мне кажется, она немножко завесила. Да, да, да. Мне очень нравится, да, как прям заливается, все пустоты в буковках. Что, есть силы и желания ещё на дну? Ну, я не знаю, как хотите. Может быть, мы сделаем не всю комнату, а какую-то часть? Как хочешь сейчас, в свою очередь. Хорошо. Давайте тогда мой рабочий стол. Давайте ограничимся моим рабочим столом. Отлично. Мой рабочий стол. Ну, естественно, это прямоугольник. Нам нужно какое-то время, чтобы сохранить. Ага, да-да-да, я тоже должна сохранить. Пожалуйста. Крадет. О! Готовы. Так, посередине красный старомодный. Посередине красный старомодный. Я начну тогда. Да, ладно. Красный старомодный. Круплённый угол. Да, уже. Можно так сказать. Да. Меня заценил. Я... Поэтому... Левый верхний угол большой серый с черной пастью, иногда издающий озоновые запахи. Левый верхний угол большой серый с черной пастью, издающий озоновые запахи. Левый верхний угол большой серый с черной пастью, издающий озоновые запахи. В центре, вы не поверите, но у меня черный квадрат. И я вам постараюсь это доказать. Просто буквально черный квадрат. Вот в самом центре, да? Черный квадрат. Прям с кракелюром, как надо. Прям с кракетом, как надо. Прям с кракетом, как надо. Прям с кракетом, как надо. Так, ну и, наверное, последний объект. Последний объект. Маленький, вертикальный, синий, вызывающий. А в местоположении? Правый верхний угол. Правый верхний угол. А можно повторить? Маленький, синий, вызывающий, липкий. Маленький, синий, вызывающий. Маленький, синий, вызывающий. Маленький, синий, вызывающий. Синий, вызывающий. Маленький, 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 синий, вызывающий. Это интересно. Ну, они такие все зверообразные. Ну да, я их так описывала, как зоологические объекты. Да, да, класс. Марин, что у вас получилось? Не забыть про кракелёров. Ну вот, красное, красное, старомодное, это, ну да, пятиугольный стол. Чёрный квадрат с очень элегантным кракелёром. Такой, господин Кракелёв. Так, Оля, слева у тебя было. Что-то с чёрной пастью, серое, страшное, и запах Амазона. Да, да, это синий, вызывающий. Ну, должно быть леопардовые расцветки, вызывающий. Ну, у меня чуть-чуть всё получается. Так, я вот думаю, сейчас покажу свой рисунок, а потом я думаю, как показать вам свой стол. Потому что у меня сейчас камера, получается, работает. На нём. А? Камера на нём. Да, камера-то на нём, но у меня, видите, фон. Сейчас я попытаюсь отключить тогда. Так, демонстрация экрана. Окей. Так, вот мой рисунок. Серое с чёрной крышкой, красное старомодное, чёрное с кракелюром, синое вертикальное липкое. Ну, так вот, по рисунку не очень понятно, что это такое. На самом деле, чтобы доказать, что действительно чёрный квадрат с кракелюром есть, я сейчас зайду на свою страничку в Facebook, чтобы вы увидели, что я сделала фотографию. Это задняя часть моего ноутбука. И здесь действительно стикер того самого чёрного квадрата с кракелюрами и ещё с потёрностями. Это была такая игра, и мы делились на команды. И вот значком одной из команд был, там у кого-то был Писсуар Дюшан, а у кого-то какое-то участие команды был чёрный квадрат. Так что чёрный квадрат, вот он. Так, сейчас попробую, значит, что сделать. Остановить демонстрацию экрана и попробую включить как-то камеру. Как это сделать так, чтобы я убрала... В профиле где-то сейчас я попробую найти, где это... Как убрать виртуальный фон свой. Изменить изображение видео... Нет, это не то. Сейчас. Настройки видео. Окей. Так. Камера. Ага, 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 ага. Фон и фильтры. Отобразить моё видео. Нет, пардон. Вот. Вы меня видите, нет? Да, да. 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 Я показываю... Вау. Виртуальный фон откуда-то проглядывается. Проникает. Это неубиваемый какой-то, да. Вот зачем мы там полки шли в форме свиньи. Очень странный. Очень странный вид. В общем, серая вот эта, это огромный такой принтер-сканер-копир с серой, с чёрной крышкой. Естественно, он издаёт озон, когда он сканирует или когда он печатает. То от него идёт озон. Так. Да что ж такое? Почему я не могу... Чёрная. Так тоже. Загадочно. Да не то слово загадочно. Ну вот я пытаюсь избавиться от фильтра, и я не понимаю, как это сделать. Вот. На. Ага. Вот. Нет, фильтра. Всё. Значит, вот он мой... Ага. Сейчас я ещё отключу все свои устройства. Вот он мой серый друг. Вот. Пасть у него огромная. Сейчас, если я отсюда отсюда документы и бумаги. Оп. 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 Красная старомодная. Это моя любимая лампа, которая пережила со мной ещё много переездов. Металлическая, красная. Она куплена в какой-то, по-моему, 90-й год. В общем, такой надёжный друг. Надёжный, надёжный друг. Дальше. Кракелюрский чёрный квадрат я показала. Синяя липкая. Вертикальная. Да, да, да. Ассоциация с фаллическими формами. В общем, они себя оправдали. Вот. Но у кого-то они оптиками. Вызывающие, да. Вот. Ну, в общем, да. По-моему, пруфы есть. Остальные детали я уж не стала исключить, потому что они какие-то более мелкие. И рисовать их гораздо, ну, может, вентилее, но трудозатратно. Так. Вот они все мои пруфы. Ой. Так что вот так. Круто. Спасибо. Супер. Повеселились. Это было главное на сегодняшний день. Ну, что. Мы посмотрели. Да. Угу. Есть какие-то вопросы, Марин? Или какие-то предложения? Или у Ирины есть какие-то замечания? Еще что-то? Что-то хочется высказать? Мне интересно, это какой-то проект вылилось в какой-то проект, или это просто такая практика, которая раскрепощает? Да. Я могу тогда повторить, что мы, собственно, начинали. История с виртуальным тренерами началась во время пандемии, когда мы с друзьями-художниками не знали, как найти способ что-то делать вместе без такого непосредственного контакта, потому что все сидели у себя дома на изоляции. И тогда одна из художниц Лены Слопцева предложила сделать полинэра. И мы как-то созвонились с ней и подумали, что было бы здорово не просто так встречаться в зуме каждую неделю и общаться, а что-то делать вместе. И как-то так стихийно, коллективно. Мне кажется, мы пришли к формату еженедельных пленеров. И весь период самоизоляции мы встречались с художниками и вставали в комнаты. Когда у нас закончились в комнаты, мы стали выдумывать, рисовать коллективно. Последние практики у нас ушли просто в миру, где мы уже не комнаты рисовали, а какие-то параллельные вселенные. В общем, да, это такая практика, которая возникла из необходимости встречаться, общаться и что-то делать вместе. Ну, как вы видите, если сначала мы встретились и так было как-то не очень комфортно и непонятно, то в конце все потихонечку раскрепостились и смеялись. И, собственно, это об этом форма. Ну, еще то, что вылилось в лендинг, где художницы, которые принимали в этом участие, записали аудиоописание в своих комнат. Там же есть небольшие галереи, как раз подобные сегодняшним с результатами. Ну да, где-то на финале пандемии мы отправили заявку на резиденцию в галерею White Room, и там ее поддержали, и как раз еще до открытия официальных площадок так получилось, что удалось открыть виртуальную выставку как раз по итогам этих семинаров. И получается, что эта выставка стала таким образом архивом нашей странной пандемической практики. Мне кажется, ее можно транслировать в разных формах, она достаточно простая и веселая. Ну да, туда можно деливать так еще свои работы. Можешь потом добавлять. Вот так, да. Ну, что ворвался Excel еще. Ну, концептуальное искусство неистребимо, да. Кто не рисует руками, тот рисует квадратиками. И астрийскими, да. Ну, у меня появилось несколько мыслей, но, в принципе, я об этом спрашивала, что это, как мне показалась такая практика, когда мы уже начали одомашнивание такой доместикации виртуального пространства, потому что мы очень сильно опосредованно технически, когда мы находимся на расстоянии. А с другой стороны, это такая интересная вещь, действительно, для знакомства с незнакомыми людьми, потому что это не рабочий чат, а вот та ситуация, когда мы можем увидеть в чате кого угодно. Ну, вот, либо ситуация вот как с открытыми какими-то практиками, куда мы приглашаем открытыми образовательными курсами, куда мы приглашаем, или какие-то такие рабочие встречи, когда мы еще друг друга плохо знаем, и один из способов такой познакомиться, не познакомиться, но узнать друг о друге, а друг о друге лучше. Спасибо большое, хороший способ. Да, согласна, Таня, очень-очень несколько прощает такого практики. Ну да, такой терапевтический эффект, на самом деле, имеет. Да, да, да. Так, Телена Шлопцева после каждого занятия спрашивала так, ну что, девочки, есть терапевтический эффект? Мне кажется, что есть. Это было и приятно. Меньше снотворного, больше картинок, да? Да, 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 больше отговоров. Ну да, на самом деле, снимает настроение лучше, чем эти документы. Если у вас есть желание и возможность, вы можете прислать нам на почту с Николаем или в соцсети свои сканы картинок, и мы будем когда монтировать лекцию, то мы можем их туда вставить, потому что мы выложим все наши, лекции я условно говорю, но все наши записи мы будем выкладывать на платформе ближе, а потом они будут храниться на YouTube-канале Воронежского центра современного искусства. Вот, поэтому если есть такая возможность, то или вы сфотографируйте, либо отсканируйте. Ну, я буду благодарна, если вы нам куда-нибудь их пришлете, и мы просто как кадры их ставим куда-нибудь. Вот. Спасибо большое. Ну, в общем, мы с Николаем, да, есть в соцсетях, или Воронежский центр современного искусства, туда тоже можно кинуть просто вот в сообщения мы увидим, если лень нас искать. Вот. Спасибо большое. Я хочу напомнить еще о том, что в ближайшее время у нас будет следующее занятие. 28 числа у нас будет Наталья Серкова. Это будет рассказ о ее книге «То, что может быть дано». Это такой будет философский экскурс, такое философское осмысление концепта совпадения, но с той точки зрения, что из всего того, что возможно, происходит только то, что нам дано. Вот. Чтобы узнать, что это такое, что это значит, присоединяйтесь к нам 28-го также в 7. Спасибо. Хорошо. Если нет больше замечаний, тогда всем пока и хорошего вечера. Пока. Спасибо. Пока-пока. Организация. Спасибо за контакт. Да. Хорошо. Спасибо.